Любимое место в городе, сургутянке Фариды Горшковой, парк за Саймой. Здесь она часто бывает, занимается спортом и наслаждается пейзажами. Во время одной из таких прогулок женщина увидела, что над водой образуются клубы пара. В конце ноября, после 30-ти градусных морозов, когда уже Сайма покрылся льдом, я заметила вот эти вот ручьи, просто были горячие ручьи. И просто после этого мне поразилось, что нигде об этом не пишется, никого не интересует. Потому что летом, да, вы помните, когда были эти радужные оболочки, что тут все сполошились, везде СМИ писали. Ну а почему? Это же понятно, что откуда это стекает. То есть это очевидно. Позже женщина во время очередной прогулки обнаружила на поверхности воды радужную оболочку. Пост негодования с прилагающимися фотографиями, где зафиксирован факт наличия масляных разводов на реке, она разместила в социальных сетях. Там сообщение сургутянки вызвало бурное обсуждение. В комментариях под записью отписались и представители администрации. Дело в том, что в районе улицы Университетской в реку Сайма впадает ливневый коллектор, из которого вытекают ливневые воды. Так как коллектор находится на глубине, то в нем положительная температура, и вода в нем не замерзает. В том числе сами воды грунтовые, они тоже более теплые. И в связи с тем, что идет постоянный их поток, в том числе и течение, то вода замерзает только при крайне низких температурах. Тому, что река Сайма не замерзает даже при низких температурах, объяснение нашлось, а факт нефтеразливов либо сбросов химических продуктов во время рейдов чиновников администрации не подтвердился. На активность жителей города отреагировали и сотрудники Сургутского управления природнодзора Югры. Плановый осмотр Саймы провели 30 января. Факт загрязнения также не установили. В письменном ответе на запрос в ведомстве пояснили, что контроль за соблюдением нормативов по объему и качеству сточных вод обязаны осуществлять коммунальщики. Сослались на муниципальное казенное учреждение, дирекцию дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства. При ненормативной очистке сточных вод администрация органа местного самоуправления по результатам технического обследования системы водоотведения, проводимого организацией водопроводно-канализационного хозяйства, обязана в рамках решения вопросов местного значения по организации водоотведения принять управленческие решения по строительству, модернизации или реконструкции очистных сооружений. Разводы радужного цвета, которые сегодня сургутяне наблюдают на поверхности реки, это, скорее всего, последствия сброса сточных вод. Или же остаточное явление недавнего разлива нефти, предполагают чиновники. Единственный случай загрязнения саймы углеводородами был зафиксирован в августе прошлого года. Тогда водоем очистили. По оценке окружного ведомства, ущерб, причиненный водному объекту, составил около 50 тысяч рублей. В то же время известно, что в городе содержимое всех ливневых коллекторов попадает в водные объекты. При этом никаких очистных сооружений на сбросе не предусмотрено. Насколько это законно? Чем завершилось расследование по факту разлива нефти в сайме, произошедшего в 2019 году? Ответы на эти вопросы смотрите 1 марта в нашей итоговой программе «Новости. Главное». Юлия Плескачева, Сергей Коликов, Андрей Шевченко, Сургут. Интерновости.